В Новый год мы взяли и вы, надеюсь, что взяли с собой только самое лучшее. И я уверена, в ваши виш-листы попал молодежный интерактивный проект Пин-Код на телеканале Беларусь-2. Ближайшие 50 минут с вами, наконец-таки! Я ждала этого очень-очень долго, чтобы вам сказать. Ближайшие 50 минут проведу с вами я, Хелена Мирай. И правда, я по вам очень сильно соскучилась, надеюсь, что вы по мне тоже. Пишите об этом в нашем телеграм-канале. Кстати говоря, правила остались все те же. Да, в этом году, напомню, мы продолжаем разбираться в ваших проблемах, решать внутренние переживания, которыми вы активно делитесь в телеграм-канале проекта Пин-Код. Продолжайте это делать. Все то, что вас волнует, мы будем обсуждать в прямых эфирах. Ну и, конечно же, мы будем это делать вместе с нашими экспертами и гостями. Сегодня у нас сложная тема, опять же. Наша постоянная зрительница Ангелина написала нам следующий очень-очень важный комментарий. Внимательно послушайте. Дорогой Пин-Код, спасите, помогите. После затяжных праздников не могу наладить режим. Ленюсь, ничего не делаю. Боюсь, что это сыграет злую шутку с моими оценками в школе. Что же мне делать? Ангелина, ты уже на верном пути. Во-первых, ты поделилась своей проблемой, а во-вторых, ну ты знала, кто тебе может помочь. Со всем разберемся, не переживаем. Ну что ж, я предлагаю начать, значит, были бы часы, сказала бы точно, но через 3, 2, 1, мы начинаем! Сегодня в программе. Праздники праздниками, а режим восстанавливать надо. Как заставить тебя быть более продуктивным? Трендовый тайм-менеджмент. Какие техники планирования времени будут модными в 2023 году? И как ставить цели так, чтобы они не оставались просто записями в блокноте? Это Пин-код. Смотри, не пропусти. Сегодня очень важный эфир, потому что от него и вправду зависит очень многое. Как мы вот замотивируем себя на 2023 год, так он и пройдет. Но по большей части эта задача, конечно же, моя и ваша тоже. Активно пишите свои комментарии в телеграм-канале, и, конечно же, делитесь своими советами, лайфхаками, опять же, переживаниями. Вот здесь, минуточку внимания, так выглядит наш пост. Пишите свои комментарии. Я вот уже вижу парочку хороших. Пожалуйста, для того, чтобы, так сказать, наладить свой режим дня, для того, чтобы 2023 год был успешным, советуют режим сна восстановить, возможно. Ну или, конечно же, рано ложиться спать. Рано ложиться спать после новогодних праздников. Это, по-моему, вообще что-то из области фантастики. Поэтому, дорогие друзья, если у вас это получается, поделитесь, как вы это делаете. У меня не получается от слова совсем. Как бы рано ты не ложился, если ты лег пару раз в 4 утра и стал просыпаться, допустим, в 2 часа дня, насколько раньше бы ты не лег спать, все равно ты не сможешь уснуть. Вот если нужно на учебу уже вставать, например, в 7 утра, и ты при этом всем соблюдаешь режим того, что ты ложишься в 4 утра, в конце концов, тогда режим восстановится. Очень-очень много интересных советов, дорогие друзья. Вы прям кладезь информации. Будем разбираться сегодня в этом нелегком вопросе, опять же, как я говорила, с гостями. У нас в гости подростки, люди, мудреные опытом. Они уж точно знают, что такое сломать режим и восстановить его буквально за пару минут, ну или за пару дней, или за пару месяцев. Давайте познакомимся. Ярослав любит повеселиться и провести время с друзьями на вечеринках. Зато после праздников становится разбитым и часто лениться, не может вернуть режим после праздников. Даша относится к жизни просто. Не противник шумных праздников, умело возвращается в привычный темп жизни. Итак, дорогие наши, Ярослав, ты серьезно мужчина. С режимом дня ты вообще не коннект, чтобы я понимала. Да, есть такое, есть такое, да. Ну, ты, Ярослав, сколько ты сегодня спал, давай честно. Вот прямо сейчас уже 4 часа дня. Так, вот честно, мне очень трудно посчитать, потому что это колоссальное количество времени. Ну, это скорее плюс, чем минус, по-моему. Не, ну, это да, но что будет потом? Сейчас я проснулся, ну, вот в этот день я проснулся в 11 часов и заснул где-то тоже в 11 часов. То есть в 11 часов вечера я заснул, в 11 часов утра я уже проснулся. Под речком? Да. Ну, это все после новогодних праздников, я понимаю, да, последствия, так сказать. Как ты пытаешься восстановить свой режим? Ну, честно, я пытаюсь больше, как бы... Ничего не делать? Нет. Ну, я бы ничего не делала. Очень хорошо спать. Я завожу будильники себе, кстати, помогает, помогает, да. Ого! Поэтому... Уровень? Уже более-менее я так раньше начал просыпаться. Вот, вот, также я прошу маму, чтобы она напоминала мне, так, 9 часов иди спи, потому что завтра ты будешь спать. Утро или вечера? Ну, просто, нужно уточнять, я просто общалась с Ярославом до эфира, он говорил, что иногда бывает и утра. Родители в курсе, конечно, но после новогодних праздников... Да, ну, сейчас лучше говорят, чтобы в 9 часов вечера уже спал. Ну, было такое? Было, да, один раз. Но я стараюсь делать больше. То есть стараешься все-таки соблюдать какой-то режим дня? Да, режим дня. Есть такое. Также еще касается еды, потому что режим тоже я сбил. Сейчас я пытаюсь есть 3 раза в день, хотя раньше ел больше. Ярослав, чем может навредить отсутствие режима дня какого-либо? Ну, лично для меня в каникулы, да, ничем. Но, когда вы будете просыпаться рано в школу, это может привести к недосыпанию и к большой усталости на весь день. Вот такой серьезный мужчина Ярослав. Даша, твоя очередь. Ты у нас, дама такая, соблюдаешь режим дня и поделись, как ты это делаешь. И причем на каникулах ты это делаешь очень даже достойно. Ну, знаете, самый легкий выбор это просто писать план на день. То есть у тебя прям поминутно расписано. То есть встаю в 8 утра, да? Ну, не 8, чуть больше. Так, начинай с тобой. Давай ты расскажешь поподробнее, что ты делаешь в течение дня. Просыпаюсь в 10, может в 12. Так, секундочку, между 10 и 12 существенная разница. Дарья, поподробнее, пожалуйста, в 10 или в 12? На каникулах я ложусь довольно-таки поздно, особенно на новогодние. Так, значит, у тебя тоже, получается, есть проблемы с режимом дня. Не боишься ли ты разлениться во время школы, а? Нет, так как за пару дней до учебы я просто могу открыть учебник и повторить материал. А если вдруг что-то все-таки забыла, могу подойти к учителю и спросить, чтобы она мне напомнила. Слушайте, все очень серьезно. Проблема восстановления привычного ритма жизни все-таки остается нерешенной. Наши гости тоже, я уверена, ждут ответ на тот самый вопрос, как же все-таки восстановить режим дня. Ну и во всем этом, опять же, мы будем разбираться сегодня поподробнее в эфире. Ну а прямо сейчас поделимся с вами суперинтересным видео. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тайм-менеджмента тоже проблема. На дело, например, полтора часа отвожу, а его за полчаса делаю. А на следующее, например, надо два часа, а я только 15 минут отвела. Из-за этого Даша кормит себя постоянными завтраками. Клубок долгов каждый день пополняется новыми. И задача его распутать кажется невыполнимой. А вот Ангелина, певица, актриса, студентка и просто красавица, наоборот, все планирует. Каждый новый день у девушки расписан по минутам. Начинается он, как правило, с восьми утра, а заканчивается после полуночи. Мой обычный день. Это универ. После универа, допустим, я еду в другой универ. После этого я еду на репетицию, допустим, в театралку. После этого я, допустим, найду время для своих друзей. И потом я еду в общагу, где я снова репетирую, допустим, танцы или песни где-нибудь. Держать такой список дел в голове тяжело. Поэтому блокнот, ее палочка-выручалочка и верный друг. Я записываю по пунктикам свои дела и по времени, желательно где-то с запасом, чтобы точно везде все успеть и не прогадать. И это мне очень помогает, на самом деле. Все держится в голове. Но даже так, признается Ангелина, бывают ситуации, когда попросту опаздываешь с одной репетиции на другую. И тут советует девушка, важно просто предупредить. Причем, если задерживаешься на 30 минут, так и сказать. Извините, я буду через полчаса. Не надо тешить никого надеждами и успокаивать пятиминутками. Составляет Ангелина план не только на день, но и на месяц и даже на год. Я пишу 100, допустим, целей на год. И, ну, это такие прям масштабные уже. На месяц у меня тоже есть такие разные там листы, лишь листы, типа с планами и так далее. Я просто открываю, а вот. Нужно обязательно кататься на коньках, это зимой. Или выступить, навевать БГУ. И вот такими шажками получается в месяц, где у тебя расписаны уже другие какие-то моментики, я отбиваюсь больших поставленных целей. Выходит, без четкого расписания день не будет продуктивным. Пишите все в блокнот, не держите в голове. А если с ежедневником вы, как и Даша, не дружны, заметки и напоминания всегда можно вбить в мобильный телефон. Про него-то вы уж точно не забудете, а от клубка хвостов избавитесь наверняка. Даша обещает прислушаться к нашему совету и начать четко прописывать каждый пункт своего дня. А что из этого получится, покажет время. Вот видите, какая Ангелина молодец. Постаралась, все записала, структурировала, наметила цели. Но это по факту тоже помогает в какой-то степени восстановить, так сказать, привычный ритм жизни. После новогодних праздников это сложнее сделать, потому что, первое, мы не высыпаемся, а второе, все портится в плане питания. Вот нет никакого баланса, как это говорится, к БЖУ. Но я в этом деле, честно говоря, не эксперт. А вот эксперт как раз-таки совсем скоро появится у нас в студии. Давайте с ним подробнее познакомимся. Елена Цибурько, нутрициолог, специалист в области здорового образа жизни. Уверена, что от нашего питания и сна зависит успех по жизни. Елена, расскажите мне, пожалуйста, почему питание после праздников вот из года в год, из класса в класс меняется? Что не так происходит? Вот что не так, правда? Питание мы нарушаем просто очень-очень сильно. И большое вот это вот обжорство на Новый год, да, то есть все к этому готовятся вообще. Вот, по-моему, Новый год у нас ассоциируется где-то вот с большим количеством еды, да, тем более ночью. Это салат оливье, как всегда, да, такая традиция. И очень-очень много еды, причем еды много, разнообразно, и нашему организму это дается очень тяжело. То есть это серьезный, даже, да я бы сказала, колоссальный стресс для организма. Поэтому и начинаются потом перебои в режиме, в сне и во всем остальном, а самое главное в энергии. Подождите, какой может быть стресс? Вот оливье, да? Тазик оливье. Какой здесь может быть стресс для организма? Я жду этого целый год. Ровно 365 дней до того самого дня, когда я смогу взять этот тазик без зазрения совести и вот так ложками есть. Какой может быть стресс для организма, правда? Да, мы ждем, как говорится, мозгом, но на самом деле нашему организму очень тяжело от этого, потому что вот в этом самом оливье намешано столько ингредиентов, которые переварить организм очень сложно. Плюс большое количество жира в виде майонеза, и вся вот эта вот вкусная субстанция нам дает как раз стресс для нашего организма. Ему тяжело, плюс это ночное поедание, что нашему организму не свойственно. Ночью мы должны спать, и ему не важно, что идет Новый год. Ну вот смотрите, у нас тут наши тоже прекрасные гости-эксперты, любители салата под шубой, по-моему, ты говорила, да, Даша? Да. Так, Ярослав не фанат оливье, но фанат мяса по-французски. Да, и еще икру любят, очень. Еще икру любят, очень. Но ребята даже в столь юном возрасте, они тоже могут наедаться, и в какой-то момент, знаете, вот это состояние, когда ты наелся, и ты уже потом просто вообще есть не можешь несколько дней. И в столь юном возрасте такое бывает, что дети даже несколько дней могут просто отказываться от еды, просто потому что как бы, ну, уже все. Насколько это вредно для организма уже в обратную сторону нам голодать после таких-то новогодних праздников? Ну, на самом деле, голодание тоже это не свойственно нашему организму, то есть, и мы из одного глобального стресса переводим организм в другой глобальный стресс. То есть, мы его стрессуем два раза. И в идеале нужно, ну, там, следующий, последующий день после новогодней ночи, после вот этого новогоднего обжорства, да, просто постепенно выйти в обычный ритм питания. То есть, как говорил Ярослав, да, постараться придерживать трехразовое питание постепенно-постепенно и выйти на более легкую пищу. То есть, не голодать, но сделать что-то более легкое в виде каких-то салатов, овощей и максимально подбирать продукты, которые легко усваиваются. То есть, если это, допустим, что-то мясное, белковое, плюс овощи, это будет, ну, наилучшая комбинация. И не добавлять сверху сладости, десерты, там, ведро мандарин и так далее. Ну, вот давайте так, каких продуктов просто вот нужно избегать в своем рационе для того, чтобы сохранять бодрость духа? Ну, потому что мы знаем, там, майонезные все эти салатики, они вот как-то нас так расслабляют, и вообще ничего не хочется, и вставать с кровати не хочется, и гулять даже на улице не хочется. Ну, я сторонник того, что новогодняя ночь, это все-таки праздник, и пускай он остается праздником, и ешьте, что хотите. Но как раз вот после начинаем восстанавливаться, да, начинаем избегать вот этих жирных майонезных салатов. Но мой совет, не готовить тазиками, да, чтобы вы в новогоднюю ночь это все съели, и потом 2-3 дня не доедали, да, не догонял. Нет, тазика как раз, например, на один вечер хватит. Ну, вот тазик съешьте, а на следующие дни уже более легкую пищу. Избегайте газированных напитков, избегайте, ну, естественно, алкоголя, да, потому что алкоголь вмешивается очень сильно в работу нашей пищеварительной системы, и как раз мы перестаем ощущать вот это чувство насыщения, ну, это уже для более старших наших. Ну, в любом случае чрезмерное употребление, как бы, алкогольных напитков, это вредит здоровью, поэтому, дорогие друзья, не забывайте об этом, следите в первую очередь за своим здоровьем, так или иначе. Плюс нужно стараться пить воды, достаточное количество, да, 30 мл на килограмм веса, постепенно рассчитываем, и начинаем пить водичку, чтобы все, что мы с вами съели, так же и побыстрее из нас вышло. Воды, но не сока. Нет, не сока, не газированных напитков, не чая и не кофе. Ребята вас так внимательно, очень-таки, да, запила. Сколько же мы ошибок совершили в эту ночь? Ну, ничего страшного, главное знать, как потом это все. Ярослав, давайте уточним, сколько вы ошибок совершили в эту ночь. Что вы такого уже, так сказать, испробовали в эту новогоднюю ночь? Ну, вот сразу из рассказа я учту, что к газировке надо вообще бояться, потому что в новогоднюю ночь я очень много выпил кока-колы. Ну, в любом случае газированные напитки, они, да, они такие, они коварные. Наверное, из-за большого количества содержания сахара, как я предполагаю. Сахар в основном, да, сахар, но и газ тоже как бы не самый лучший. Вот, Ярослав, понимаете, как это, серьезно. Простую водичку. Не, ну воды я тоже много выпил. Гордый, воды я тоже много выпил. Даша, у тебя история вот с салатом под шубой, вот у Даши это прям какая-то отдельная страсть, она прям не может, она рассказывала про этот несчастный салат. Так, слушайте, ну вот в последующие дни, получается, для того, чтобы выровнять свой рацион, ну, во-первых, как бы еду готовим, ну, в таких порциях для того, чтобы съесть ее в новогоднюю ночь, правильно? На утро, что мы можем себе позволить съесть, чтобы такое было легкое, но при этом все мы сытное? Я бы больше делала упор на овощи, то есть на то, чтобы клетчатка поможет нашему пищеварению, как можно быстрее все вывести, вот, кисломолочные продукты, то есть не есть то, что осталось с новогодней ночью. То есть постараться все это либо уничтожить новогоднюю ночь, да, либо действительно приготовить столько, чтобы уже потом не оставалось. Есть обычно, то есть войти в обычный режим как можно быстрее. Спасибо вам большое, Елена. Записывайте все советы, если не успели, пересматриваем этот эфир на канале, или перематывайте его, если у вас есть такая возможность, потому что советы и вправду полезны. Я их, честно, честно скажу, я их не придерживалась, но в следующий Новый год обязательно попробую для того, чтобы чувствовать бодрость духа, ну, конечно же, провести Новый год незабываемо. Потому что, знаете, вот после новогодних праздников наступает вот эта апатия, грусть, разбитость. Откуда она вообще берется в нашей жизни, давайте узнаем прямо сейчас. Праздник, веселье, общение и очень много эмоций. Со всем этим каждый сталкивается в Новый год. Спустя время прилив энергии заканчивается, а печальные мысли атакуют. Подобному состоянию есть объяснение. Диагноз – постпраздничная депрессия. Ничего общего не имеет с клинической депрессией, так что не пугайтесь раньше времени. Вся ваша грусть и печаль после чего-то сверхсчастливого и эмоционального – обычная реакция организма. Во время праздника в нашем теле выделяется гормон дофамин. Он растет, растет, а потом резко падает. И тело, которое всегда любит постоянство, начинает страдать, а вы испытываете негативные эмоции. К счастью, процесс – это временный, но спасать себя нужно. Обычно адаптационный период после отдыха занимает от 3 до 5 рабочих дней. В первое время сократите нагрузку до минимума. Не начинайте новые проекты, не принимайте кардинальных решений и постарайтесь воздержаться от жестких дедлайнов. Четко следуйте распорядку дня. Особое внимание уделите сну. Организму просто необходимо восстановить силы. Уделите время и свежему воздуху. Легкие очистятся, а кровь наполнится кислородом. И, конечно же, физическое состояние улучшится. Еще самый простой способ преодоления постпраздничной депрессии – это четкое распределение дел на ближайшие дни, а то и на месяц вперед. Намеченные цели, которые хочется достичь, помогут сконцентрироваться. И самый действенный способ в борьбе с постпраздничной депрессией – это включить молодежный интерактивный проект «Пин-код» и провести время с пользой. Итак, дорогие друзья, у меня вот прямо здесь, прямо сейчас, на нашей великой, величайшей плазме, появилось очень страшное слово, которое может решить все ваши проблемы. Внимание! Канбан. Двигаемся дальше, это еще не все. Матрица Эйзенхауэра. Это тоже еще не все. Автофокус. И хронометраж. Казалось бы, знаю только последнее слово из всех ранее перечисленных, но на самом деле это все специальные техники, связанные с тайм-менеджментом, в котором, честно говоря, я стараюсь быть сильной, стараюсь все расписывать. Если у вас тоже это не особо хорошо получается, не переживайте, у нас есть гости, которые помогут во всем по порядку разобраться и вместе с нами это сделают в прямом эфире молодежного интерактивного проекта «Пин-код». Давайте познакомимся поподробнее. Ангелина однажды узнала о тайм-менеджменте. Теперь этот термин – часть ее жизни. Не выходит из дома без ежедневника. Уверена, что жизнь важно структурировать. Анна. В ее дне каждая минута распланирована. Не любит хаос в задачах, любит четкость и слаженность. Уверена, что планирование своего времени упрощает жизнь. Вероника. Никогда не строит планов, потому что воплощать их в жизнь редко, когда удается. Любит спонтанность, не покупает ежедневников и не создает туду листов. Считает, что жизнь – это момент. Никогда ничего не бойтесь. Будьте как Вероника. Жмите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. Ну, я не могла не сказать эту фразу. А теперь давайте, девочки, посерьезнее. Зачем тайм-менеджмент вообще нужен? Как бы без него хорошо живется. Абсолютно согласна. Резко так. Ну, а почему нет? Ну, Аня, давай начнем с тебя. Ну, на самом деле, я недавно начала внедрять вот эти все техники в свою жизнь. Я просто очень люблю, когда моя жизнь загружена. Когда я постоянно активничаю. И я осознала то, что когда я записала себе сделать два дела, я буду делать их, ну, очень медленно. То есть я потрачу весь день, чтобы сделать эти два дела. Я буду медленно готовиться там к первому. Потом отдохну. Потом второй закончу. Посижу в ТикТоке, Ютуб посмотрю. Неделя влогов вышла у любимого блогера. Да, это тоже очень важно. Когда я напишу себе 20 дел, я уже просыпаюсь с мыслями, что мне нужно куда-то бежать, мне нужно как-то экономить время, где-то не тратить его на пустые дела. И мне так, наверное, интереснее жить. Потому что засыпаешься мыслью, что ты активный, у тебя все получится. Можно больше, дальше больше, как говорится. Так, хорошо. Ангелина, Вероника, пожалуйста, ваше мнение. Ну, кто-то, кто-то, я даже не знаю. В моей жизни, наверное, тайм-менеджмент появился с того момента, когда я поступила в университет. Потом параллельно пошла на курсы учиться. А еще преподаю свои курсы по дизайну. Тут, там, и иногда тебе пишут люди, а ты где? И ты реально не понимаешь, а что, у меня было что-то сегодня запланировано. Или это просто так спросили, где ты, что ты, как ты, уже непонятно. Просто дела спрашивают. И в тот момент я поняла, что, наверное, нужно как-то поменять ритм своей жизни и начать вести тайм-менеджмент. Потому что, ну, в переводе с английского языка, тайм-менеджмент — это просто управление нашим временем. Конечно, полностью мы времени не сможем, так, стоп, ну-ка перемотайся назад. Но на самом деле управлять им мы можем конкретно так. То есть это в наших силах, ты считаешь так? Да, это в наших силах. Так, пожалуйста. Другой вопрос управляем. Иное мнение. Ну, я пыталась вести. Мы все пытались. Мне очень нравится это начало. Вот эти все ежедневники, я скачула себе кучу приложений. Никогда еще не было такого, чтобы что-то сработало. Я могу написать список, и я ничего из этого не сделаю. У меня просто появится куча каких-то других непонятных вещей, которые вообще не были запланированы. Очень большой минус планов. Ты никогда не сможешь в таком случае добавить какую-то новую встречу, какие-то спонтанные вот эти знакомства. Просто парень написал, пойдем там куда-нибудь, а ты такой, извините, у меня там курсы. Сегодня в 10 я читаю книжку, ровно 20 страниц, ты не вовремя, давай завтра. Ну, как это обычно и бывает, когда ты распланировала что-то. Поэтому я считаю, ну, мне кажется, нужно какие-то минимальные записи в планы внести, потому что как бы... Ну, проснуться, уснуть там и поесть. Стоматолог, ну, вот то, что надо обязательно, чтобы было вписано, потому что если забудешь, потом зуб отвалится, все. Мне очень нравится, оставлю лайк. Все остальное... Главное, она пыталась, я пыталась. Я пыталась. Но... А все остальное на буду случай. Так подождите, вот я посмотрела на лица Ангелины и Ани, и это вот осуждение, пренебрежение. Ярослав и Даша, немножко вот сейчас вообще в шоке, мне кажется. Вы пока в школе, Даша, ты говорила, ты записываешь свои планы на день. Это своего рода же тайм-менеджмент, правильно, дорогие эксперты? Конечно, да? Удобно, неудобно? Как считаешь, подходит ли тебе эта техника? Или ты на стороне Вероники? Ну, я записываю только то же самое важное. Например, в 15.00 у меня модельная школа. Ага. Чтобы не забыть. Так, хорошо. Ярослав, что-то ты вообще недоволен? Ну, вот честно. Давай, как есть. Я бы ничего не записывал. Вообще. Зачем это? Ну, вот реально. Вот вы тратите на это время. Да. А вот в это время, пока вы что-то записываете, вы могли бы сходить в кино, в музей, куда-нибудь еще другое. Вы тратите время на бесполезную штуку. Если у вас прокачанная память, вы и так это будете помнить. Качайте мозги, девочки, понятно? А то на бумажке понаписывали себе. Это просто старость. Потому что, ну, я раньше тоже думала, что я все запомню, но потом вылетает и не знаешь, что делать потом с этим. Тебе вот звонят или пишут, и ты думаешь, так, секундочку, а я кому-то что-то обещал, наверное. На самом деле в сети очень-очень много вообще различных вариаций тайм-менеджмента, как все структурировать. Просто куча видео из вашего любимого тиктока. Мы выбрали лучшее. Давайте его прямо сейчас посмотрим. Тайм-менеджмент. Вот вы замечали, что кажется, что делать очень много, но результата ноль. И чувствуется впечатление, что только зря потратили свои время и силы. Пять советов, которые помогут вам правильно организовать ваше время. Первое. Дедлайн. Мы привыкли к ним еще с детства, но на самом деле, даже если мы сами себе их ставим, они также продолжают работать. Второе. Делите большие задачи на маленький этап. Это поможет вам морально подойти быстрее к задаче и лучше отследить прогресс. Третье. Одна задача в один промежуток времени. Когда вы пытаетесь делать слишком много, по итогу вы не делаете ничего. И это будет зря потраченное время. Многозадачность плохо работает в индивидуальном труде. Четвертое. Работа по таймеру. Есть очень много вариаций этого, но система очень хорошо работает. И пятое. Моё самое любимое. Это выделить три главных дела в день. Когда мы ставим себе много задач, мы сбиваемся, мы начинаем браться за всё и в результате не делаем ничего. Но если вы увидите три главные задачи, которые вам нужно сделать за день, скорее всего вы их сделаете. Я рассказала те варианты, которые больше всего подходят мне и которые, на мой взгляд, самые оптимальные. Пишите варианты, которые подходят вам. Так, давайте вот после этого видео, сейчас уже произошло переосмысление, всё-таки нужно ли покупать какие-то блокнотики, ежедневники для того, чтобы всё структурировать и продолжать заниматься тайм-менеджментом. Как вы считаете? Вообще согласны ли вы с этим видео? Давайте так. Я очень согласна с этим видео, скажу. Я, наверное, за то, чтобы всё-таки покупать ежедневники или хотя бы фиксировать это где-то в заметках или в каких-то приложениях. Потому что, когда мы прописываем информацию, оставляя её на бумаге, мы тем самым освобождаем свой мозг от какой-то вот этой вот суматохи. И структурируем, опять же, все события, которые нам нужно сделать. Очень важно, в конце видео девушка сказала то, что не нужно быть жадными в плане целей, не нужно прописывать 50 штук и думать, что вот когда мы их сделаем, мы будем какими-то супергероями. Потому что на самом деле большинство людей, они делают обычные дела, они не гонятся куда-то, и поэтому и нам тоже не нужно. Слушайте, ну вот есть такая теория, что вообще тайм-менеджмент это отличная система только для машин, но не для человека. То есть, условно, на человека всё равно воздействуют какие-то эмоции, кто-то кого-то как-то где-то встретил, и всё. Ну, как Вероника говорила, спонтанно какие-то встречи случаются. Человеческий фактор всегда. Человеческий фактор, он да, правда, присутствует всегда. Как вы думаете, тайм-менеджмент, вот именно такой строгий тайм-менеджмент реален ли и выполним ли? Ну, на машину ведь тоже могут воздействовать различные факторы. Например, поломка, например, человек. Вот ты едешь, 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 а у тебя бензин закончился, и что делать потом? Строгий тайм-менеджмент это, наверное, неправильно. Правильно, когда ты сам понимаешь для себя, для чего ты занимаешься этим, зачем ты планируешь своё время. Я могу ответить точно, что тайм-менеджмент, он будет полезен абсолютно для каждого человека. Для бизнесмена, для мамы, которая, к примеру, сидит в декрете, она может спокойно выделить время, в которое ребёнок спит, и тем самым освободить себе время и уделить время чему-то новому. Особенно студентам и учащимся, если они будут с точностью понимать, сколько времени у них уходит на подготовку, они будут направлены на то, чтобы поскорее закончить вот это вот дело. Ну, как оно и положено, конечно. И заняться чему-то другим. Да, оно так всегда и бывает. Ну, слушайте, вот столько советов было вот здесь высказано о том, как вернуть привычную продуктивность, что такое тайм-менеджмент, куда всё записывать. Мне кажется, этого, ну, недостаточно. Поэтому давайте подпитаемся ещё порцией полезных советов. Пытаешься вести ежедневник, но лень берёт своё? Постоянно переносишь запланированное с одного дня на другой? Ничего не успеваешь и не понимаешь, как бороться с апатией? Пин-код спросил у минчан, как они настраивают себя на продуктивный день. Кофе с утра. Я вообще даже пораньше стою, на самом деле, для того, чтобы, ну, попить чай, там, в тиктоке посидеть. Хороший сон и хорошее настроение с утра. А его не бывает обычно. Хорошее настроение, на самом деле, с утра. А как создать то самое хорошее настроение ранним утром? Лови четыре простых совета. Придумай ритуал. Нет, я не про танцы с бубнами. Вспомни, что тебя заставляет взбодриться и почувствовать прилив энергии. Если это чашечка кофе, то найди время выпить её перед каждым выходом из дома. Если утренняя зарядка, не ленись, встань и взбодрись. Улучшай себя. Физически ты проснулся, а теперь, как ни странно, нужно немного расслабиться. Прочти несколько страниц книги, посмотри телевизор или помедитируй. Удели этому занятию хотя бы 15 минут. Это позволит хорошенько настроиться на предстоящий тяжёлый день. Дай себе волшебный пендаль. Перестань себе жалеть и успокаивать. Научись, наказывать. Не сделал реферат вовремя? Не пошёл в кино с друзьями? Может, так появится мотивация работать? Ну и благодарить себя не забывай. Сделай приятный подарок в конце рабочего дня за выполнение всего задуманного. Например, поощри себя вкусным тортом или новой кофточкой. Осознание, что в конце ждёт что-то хорошее, всегда поможет найти силы. Используй эти простые советы. Не будь как ленивый тюлень. Делай свой день насыщенным и продуктивным. Слушайте, на самом деле техник существует просто огромное количество, огромное количество советов. На вот как раз-таки тему продуктивности можно найти очень-очень много статей. Но у нас тут наши гости, между прочим, подготовились. Каждая из них пришла со своей техникой, которая помогает зарядиться, так сказать, и включить какую-то продуктивность. Давайте начнем. Ангелина, давай. Для меня самой полезной техникой является техника 90 на 30, то есть полтора часа ты занимаешься делом, на которое ты поставил так оп, я должен это выполнить, и потом полчаса отдыхаешь. Вообще такой подход должен повторяться по 2-3 круга, но для тех, кто не может усидеть и сделать дело за полтора часа, есть другая техника, которая именно точно такая же, только она рассчитана на 45 минут ты работаешь, а 15 отдыхаешь. Вот это мой вариант, только можно наоборот, 15 минут работы, 45 отдыхаешь. Ну, это как бы, мне кажется, идеальный вариант. Аня, давай. У меня что-то похожее, но в этот момент я мыслю по-другому. Я просто очень азартный человек, и вот когда мне что-то максимально лень делать, я говорю себе, ну все, сейчас я поработаю и засекаю прям вот на таймере 20 минут. Например, 20, это может быть любое время, как кому удобно. И знаете, вот я когда включаюсь в работу, я уже забываю, что у меня там идет таймер, я потом понимаю, что уже и полтора часа прошло, и два часа, и в итоге дело и сделано. И уже с другими мыслями, не с теми, что, боже, как я не хочу это делать, а все, все сделано. Ну, я в шоке, потому что у меня так не работает, правда. Я, если фокусируюсь на чем-то, меня хватает вот ровно на 30 минут, это максимум, и все. Техника очень интересная. Кто ты познакомил, Зодиака? Я телец. А, ну, не похоже на то, я тоже не работает. Это, кстати, тема завтрашнего эфира, так сказать, не пропускайте. Разберемся во всем вместе с проектом Пин-код. Вероника. Ну вот смотри, ты говорила, что тебя хватает на 30 минут. Да. Техника помидора 25,5. Прекрасная, я считаю, вот это твоя техника. Слушайте, девочки, 90 на 30, 45 на 15, 25,5. Сколько можно делить? Вот именно, это вот для людей, как я, максимально отстраняющихся, очень быстро расфокусировка, очень быстро. 25 минут работаешь, 5 минут дыхаешь, и вот так вот по 4 подхода. А потом 15 минут перерыв. Это идеальный вариант. Лучшие техники прозвучали в студии проекта Пин-код, прозвучали в наших видео. Вы можете это все попробовать. У вас как раз будет парочка минут за время рекламы на телеканале Беларусь-2. Далее в программе. Карты желаний. Разоблачение самой популярной техники исполнения мечт. Докажем, что прокрастинация не так уж плоха, как кажется. Оставайся с нами. Впереди все самое интересное. В эфире ваш любимый молодежный интерактивный проект Пин-код на телеканале Беларусь-2. В студии с вами Хелена Мирай и наши замечательные гости, которые поделились своими техниками, которые помогают повысить продуктивность буквально до рекламы на телеканале Беларусь-2. Я надеюсь, что вы все повторили, что вы заряжены получать еще больше вот какой-то такой мотивационной информации, потому что прямо сейчас мы поделимся с вами секретами от звезд. Бейонсе, Кэти Перри, Риана. У всех у них есть что-то общее. Это карта желаний, которую вот, честно говоря, я не умею составлять, а наша следующая гостья в этом настоящий профессионал. Давайте познакомимся. Карина уверена, что в жизни важно уметь правильно ставить цели и загадывать желания. Однажды сделала карту желаний и изменила свою жизнь. Верит в визуализацию, аффирмации и призывает каждого следовать ее примеру. Давайте для начала разберемся по порядку. Вот карта желаний. Логично, карта и какие-то желания, да? Вы хоть кто-то в курсе, что это такое? Как выглядит, да. А, а как это делается, непонятно. Карина, твой звездный час. Нужно взять ватман и разделить его на 9 частей. Посередине должна быть ваша фотография. И вокруг вас должны быть какие-то категории. То есть там семья, творчество, дети, карьера, здоровье и так далее. И ты просто там разукрашиваешь их в каждый цвет, который он должен быть. И потом уже клеишь картинки. В основном все клеют картинки, кто-то просто пишет словами. Но нужно писать в настоящем времени. То есть я хочу выйти замуж, я вышла замуж. Нужно писать. Так, пока подождите, секундочку. Пожалуйста, поспокойнее. Пока еще не вышло никуда, никто никуда. Я решила посмотреть, как выглядит вообще карта желаний. Потому что, ну, на самом деле у кого-то вот на 9 частей делится, да? А у кого-то тут прям очень-очень-очень много всего. Подождите, я вот... А, а вот тут как раз-таки уже поменьше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть категория вообще может быть столько, сколько я захочу условно, да? Вообще да. Но по стандарту? Да, по стандарту. По правилам. Девочки, вот хотели бы сделать свою карту желаний на 2023 год? Чтобы визуализировать, я думаю, да. Ну, и мне кажется, вообще в целом это как-то должно помочь. Вот ты представляешь себе это, и оно должно исполняться. Это не так работает? Ну, это работает больше по психологическому вообще все это. Ты, например, я в квартире нахожусь 24 на 7 в основном. Я работаю в своей комнате, и мне, как бы я эту карту желаний вижу, и психологически работает. Я вижу там картинку перед собой, такая, вот надо, все, вот это я делаю, и это психологически больше работает. Слушайте, ну вот прямо сейчас такой вопрос очень серьезный. Во-первых, да, я нашла идеальную карту желаний, как раз-таки здесь 9 секций. Поэтому, дорогие друзья, можете делать скриншоты, если вам понадобится, Карина, может с легкостью расписать, мне кажется, все эти сферы. У нее просто это вот так вот все на лету. Схватывается, Карина, вот тут такой вопрос очень экспертный. Вот Ярослав, да? Ярослав наверняка автолюбитель. Да, да. Любишь машины, да? Очень. Самая классная машина, это твоя будущая, правильно? Ну, естественно. Вот как Ярославу, Ярослав, сколько тебе лет, напомню, пожалуйста. Двенадцать. Двенадцать лет уже человеку, понимаешь? Но на права-то можно сдать только с 18 получить их. Скажи мне, пожалуйста, вот как ему мечтать об автомобиле? На самом деле есть, ну, как бы у меня карта желаний, она предусмотрена не на год, она чуть больше. На лет 10? Ну, лет 5. Ого, подождите. То есть, грубо говоря, там есть основные желания, которые я хочу выполнить в этом году, но если вот так сложилась судьба, что я вот не смогу в этом году сделать, то я просто переношу это желание на следующий год и все. Это очень интересная техника. Ну, вот честно вам скажу, я пыталась как-то делать карту желаний, но мне, видимо, ничего уже не поможет в плане визуализации, тайм-менеджмента девочки. Я уже вот поняла, что вы любите визуализировать, вы любите писать все от руки. Как вы думаете, вообще, насколько вот эти картинки, как бы это сейчас так не обесценивало карту желаний, насколько они вообще вот в реальности работают? Я могу сказать, что я вот не использую конкретно карту желаний, я свои цели прописываю все-таки, но у меня есть пробковая доска, на которую я клею фотографии из своей жизни. То есть, какие-то моменты, которые происходили, которые уже были, которые я знаю, что это возможно, и когда я вижу вот яркие моменты своей жизни, они меня вдохновляют. Я понимаю, что я могу сделать так же, я, опять же, строю свою жизнь. Наверное, мне это психологически, опять же, помогает больше, нежели когда я наклею там какое-то море, которое еще неосуществимо, и непонятно, когда это случится. Вот, такой совет для всех, кто карту желаний пока еще, наверное, принять не может. Так, сейчас такой вопрос, вот с автомобилями мы уже разобрались, да, с Ярославом и автомобилями, цель на ближайшие 10 лет, да, там. А вот сейчас, девочки, вот представьте, 14-15 лет ты вырезаешь прекрасного парня из журнала для того, чтобы найти себе, ну, практически такого же классного парня, ну, может быть, чутка помладше лет 15-16, да. И, ну, вот как это можно визуализировать-то? Знакомство, новое знакомство. Как картинка, вот, может... Ходить с картинкой по улице. Вы не видели! Кто подходит, подходите ко мне, расписываемся. Картинку можно просто написать, ищу парня, и с табличкой ходить. Так, а это уже заявочка, как бы, карта желаний работает фактически, то есть вы что-то делаете, какие-то события происходят по-любому в вашей жизни после такого. Ну, а вам не кажется, что это как-то странно, немножечко? Ну, у меня вот в целях на 23-й год было прописано новое знакомство. И я прописывала, как я хочу это сделать, какие знакомства, то есть не с кем попало, я хочу, ну, именно... То есть четко прям? Да. Ну, на самом деле, мы тоже нашли классное видео, где как раз-таки рассказывается, вот, как добиться каких-то целей в целом. Давайте прям сейчас посмотрим его, для того, чтобы понимать вообще, о чем будет идти речь дальше в нашем эфире. То есть причин, почему мы не достигаем своих целей. Причина номер один – цель не ваша. Номер два – вы просто не знаете, как достигать ваших целей. У вас просто нет мотивации. Четвертое – не понимаете, куда двигаться, и у вас нет четкого видения. Пятое – у вас есть видение, но нет уверенности в себе. И шестое – возможно, у вас не хватает ресурсов, нет денег и нет команды. Значит, если вдруг что, пояснительная бригада – это тикток от коуча, которого зовут Екатерина. Екатерина – коуч со стажем. Поэтому здесь как бы не просто информация взята, а прям проанализировано огромное количество материала. Так верите ли вы вот в какие-то там особые техники все-таки исполнения желаний? Верите ли вы в то, что вот цели можно добиться вот каким-то таким даже где-то научным путем? То есть что всему есть объяснение? Да. Ну, Карина, да! Я же карта желаний. В целом научно. Нет, но я согласна с тем, что карта желаний может помочь, потому что когда ты визуализируешь что-то, у тебя остается эта картинка в голове, и ты уже подсознательно ищешь какие-то вещи, где можно что-то попробовать осуществить. Поэтому я думаю, что это может работать. Мне кажется, что карта желаний без целей, опять же, не будет работать, потому что для того, чтобы достичь вот той же вот этой вот мечты, к ней нужно идти. Если бы я просто наклеила себе картинку Италии, но при этом я не учу итальянский, не делаю визу и, там, не знаю, не думая о переезде, это, скорее всего, не осуществится, сколько бы я об этом не думала. Так и останется простой картинкой. Нужно намерение, конечно, безусловно, тут даже спорить. То есть действия нужны. Ну вот, знаете, такое модное слово? Прокрастинация. И все такие, да, это мое. Так, может, проблема как бы только в ней заключается, как вы думаете? Ярослав и Даша вообще просто вот, все, мы потеряли. Ну, самое, наверное, сложное, вот в постановке цели, я всегда говорю, это выбрать сами цели. Не взять чужие цели, где мы там у кого-то где-то увидели, у какого-то знаменитого блогера или там звезды, а подумать, чего мы хотим на самом деле. Это не обязательно должны быть материальные цели, там, хочу машину, а, допустим, улучшить отношения с близкими. Или не просто похудеть, а через намерение я хочу стать красивее, я хочу полюбить себя. Да, и то есть, когда вот осознанная работа, какой-то анализ происходит, тогда проще. И еще я скажу то, что нет какой-то единой системы планирования для всех. И опять же, какой-то методики даже того же тайм-менеджмента, потому что у всех у нас разный ритм жизни. Кто-то встает в 12, кто-то в 6, поэтому нужно, наверное, пробовать, просто подбирать, что кому больше подходит. Ну, в то же время нужно писать цели и писать пошагово, потому что если написать то, что я хочу похудеть, то так оно и будет, если и дальше в целях. Я там запишусь в зал, буду ходить в зал, буду правильно питаться, хочу убрать там из своей еды что-нибудь угодно. Так подождите, вообще я считаю, что все великие прокрастинаторы, они гении. Вот они сначала анализируют, потом делают, бывает очень много анализируют и очень мало делают, но это всегда по-разному, давайте познакомимся с ними прямо сейчас. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Эту заветную фразу нам с детства повторяют родители, но заядлые прокрастинаторы никуда не пропадают. Они продолжают существовать в нашем обществе, так было, есть и будет. Великий гений музыки Вольган Амадей Моцарт был тем еще лентяем. На премьере оперы Дона Джованни чернила на нотах были еще сырыми, а все дело в том, что композитор написал их в последнюю ночь перед концертом. Ну, мог себе позволить. Следующим в ряду заядлых прокрастинаторов стоит Франц Кавка. В свое время писатель устроился на работу страховым клерком. Он изнывал от нехватки времени и попросил руководства заканчивать работу в 14.00. Что вы думаете, времени у Кавки от этого больше не стало? Весь свой досуг он проводил во сне или за обедом. А вот Виктор Гюго, создатель произведения «Нутердам де Пари», спать не любил. Зато любил откладывать дела на потом. Перед тем, как написать книгу, мужчина подготовил целую бутылку чернил, но в течение месяца не написал ни строчки. Тогда же велел жене запереть его одежду в шкаф, чтобы у писателя не было возможности выходить на улицу. И спрятался в кабинете. Способ сработал. Амир узнал легендарную историю любви. Все эти исторические примеры далеки от идеалов поведения, но в очередной раз доказывают, каким бы ты ни был, истинному таланту это не помешает. И даже если ты любитель делать все в последний момент, может быть, ты не лентяй, а гений? Прекрасным голосом Ани Гукиш прозвучали следующие слова. Может, ты не лентяй, а гений? И мне это так и нравится. Слушайте, и безумно мне нравится такое огромное количество комментариев в нашем телеграм-канале. Вот, например, вы пишете свои какие-то советы, рассуждения по поводу того, как восстановить привычный ритм жизни после новогодних праздников. Вот, например, привык ложиться спать в 12 ночи, и такая ситуация, что надо проснуться в 5 утра, а ты не готов. Я обычно ложусь раньше, и это помогает. Как можно лечь раньше? Вот вы мне скажите. Вы знаете, я знаю такую методику, что перед тем, что ты говоришь сам себе, мне надо проснуться в это время. Ничего не работает. Я так проснулась однажды. 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 Это работает один раз в год, поэтому, пожалуйста, практикуем только один раз в год. Я визуализацию. Ну, визуализируешь будильник. Да, потому что вот в 6 утра я встала, я его выключила, я встала, там пошла в ванну, проснулась, все окей. Но лечь раньше, это... Ну, ты можешь лечь, но как будто не заснешься. Вообще, мимо-мимо. Фильм работает. А я никогда не ставлю будильник. Вот если я поставила будильник, это значит, я всю ночь не буду спать. Ну, это уже прям вот так вот. А как ты посыпаешься? Я буду постоянно лежать и думать, когда он уже прозвенит. Подождите, подождите. Это одна история. У нас вот есть Кристина Шаровар, которая пишет. Я всегда, все время делаю так. Ложусь спать в 22.00 и встаю ровно в 7. Но! Есть вопрос. Иногда сил нет, но хочется их как-то восстановить. Давайте буквально какой-то вот прям реально дельный совет. Как восстановить силы? День релакса. Спа. Работает. Очень классный совет. Если нет такой возможности, я напомню вам, что ванная комната это то еще спа. Устраиваем себе, пожалуйста, спа-вечер. Отдыхаем, релаксируем. Новая техника. Я уже визуализирую, понимаешь? Супер-классно. Вы можете тоже попробовать визуализировать или подготовиться, так сказать. Собрать все необходимое. Ну и, пожалуйста, давайте у вас есть пару минут для того, чтобы как раз-таки представить себе это прекрасное мгновение. Это время рекламы на телеканале «Беларусь-2». В эфире вашего любимого молодежного интерактивного проекта «Пин-код». Я имею в виду в данную секунду и, конечно же, на протяжении уже очень-очень долгого времени мы обсуждаем популярную тему «Как восстановить свой режим дня после новогодних праздников». Гости в нашей студии сегодня поделились разными техниками, разным мнением. Давайте вот все-таки выведем идеальную формулу того, как можно с легкостью вот так вот восстановиться после новогодних праздников. Команда «Тайм-менеджмент». Я называю это так. И я. Ироника, пожалуйста. Я предлагаю поставить такую вот точечку. Будем восстанавливаться с помощью тайм-менеджмента. Гениально! Потому что вот мы посоветовались друг с другом, так пошушукались, и у нас режим полностью восстановлен. Мы его, в принципе, даже не теряли. Лицо Вероники, пожалуйста. Она не маленькое исключение. Маленькое. Ну, на самом деле, в какой-то степени все равно ты, получается, соблюдаешь вот этот хотя бы минимальный тайм-менеджмент. Поэтому команда «Тайм-менеджмент», мы вас услышали, будем соблюдать тайм-менеджмент. Скупайте ежедневники, используем. Пожалуйста, Ярослав и Дарья. Команда, которая вот после новогодних праздников старается как только могут установить свой режим. «Положиться вовремя спать». Ярослав? Да. Да. Как истинный человек, который не соблюдает ничего, я скажу, что надо соблюдать все. И... Можно, пожалуйста? Подождите, ярослав, попроси, пожалуйста. Нужно сидеть постепенно. Подождите, давайте вот нужно соблюдать все. Точка, я тебя прошу. Это гениально. Карина, буквально один совет от тебя. Сходить в спа. Идеально. Или, опять же, я напомню, вы можете устроить себе спа дома. Что это такое? И, между прочим, даже будет покруче, чем во многих этих ваших салонах. Ну и, конечно же, главное, это вот что-то интересное, познавательное поставить на фон. Вот чтобы, вот, понимаете, впитывать, мотивироваться любой информацией, ну, новогодние эфиры проекта Пин-код, например, или, конечно же, после новогодней эфиры проекта Пин-код, все это вы можете найти в наших ютуб... в наших ютуб-каналях, в одном ютуб-канале много наших интересных видео. И, конечно же, социальные сети. Ведем их специально для вас. И приглашаем таких чудеснейших гостей в студию. Мы вас любим со вторника по пятницу. С вами была Хелена Мирай. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok